Здорово, народ! Какие дела? Харьковский планетарик разместил ролик на ютубе о том, как необходимо вести себя при встрече с инопланетянами. С каждым годом растет количество сведений о том, что люди бывают похищены инопланетянами. Людей также похищает дурман, трава, айс... Ой, айс же приносит. Что делать, если вас похитили инопланетяне? Похмелиться, раздуплиться, молиться, обыстряться. Первое правило, которое всегда должен нести внутри себя человек, это правило о том, что его мысль – его лучшая защита. И тем более не старайтесь применять какую-либо защиту в виде оружия, потому что это тоже будет нести угрозу вашей собственной жизни. Оружие оставьте дома. Оно может принести вред вам и инопланетянам. Вот бы взять образцы. Эх, получили бы образцы. Когда же вы оказались похищенным, то попробуйте все-таки определить, кто перед вами. Исследователи выделяют 11 типов инопланетян. Ого, их больше, чем нац. А у нас есть китайцы. Итак, что же за типы инопланетян выделяют исследователи? Первый тип – инсектоиды. Это достаточно примитивная группа, которая чаще всего ведет себя непонятно для человека. И вопросы, которые они задают, тоже не связаны с развитием нашей цивилизации. А скорее всего, есть просто проявление интереса к жизни на Земле. А их вообще кто-то понимал? Второй тип – серые. Это агрессивная группа. Интересно, если к ним попадет гей, поменяет свой цвет на серый или останется голубым? Третий тип – внеземные биологические объекты. Пожалуй, и с ними, как и с серыми, не стоит вступать в переговоры. Четвертый тип – рептилоиды. Весьма агрессивная структура. И, как правило, встреча с такими существами заканчивается для человека большими ухудшениями в здоровье. Ага, скульптуру, которую нам только что показали, вылепил явно пострадавший. Второй тип – космические карлики. Шестой тип – люди в черном. Из всех типов можно сказать о так называемых нордических красавицах, которые, как правило, бывают доброжелательными, и это всегда женщины. Так отмечают исследователи. Восьмой тип – трубчатоносые. Точно так же, как гуманоид кровесосущий, красавицей, трубчатоносые, не являются для нас той формой, которая мыслит о мире так же, как и земляне. Если же мы не водим автомобиль, и они не грозят нам жезлом, и не просят дуть трубочку. Десятый тип – остроухие. Их размеры весьма могут колебаться от метра до четырех метров, и, как правило, проявляют крайнюю агрессивность и даже жестокость по отношению к человеку. Одиннадцатый тип – биоандроиды. Если вас похитили инопланетяне, то постарайтесь запомнить, кто перед вами, и, естественно, данную информацию о похищении передайте в исследовательские центры. По сотовому Голубин или Печкин почта поможет. Так это не беда. Можно телеграмму послать и письмо. На ту и почта. Несколько месяцев назад в интернете появился ролик, записанный на сессии городского совета города Сум, на которой мэр Геннадий Вминаев выступает с очередным докладом о проделанной работе. Начиная от экологи, санстанции, пожарники, все подписали. Пожарные. Пожарные. Мэр явно выражает заботу о своих согражданах, следит за правильностью их речи, а сам запутался в своих подписях, подписях. Думаю, у него лучше получится. Шановны, у меня есть коллизия. Пит пиздец и пит пиздец. Пит пиздец и пит пиздец. Это же новое ругательство. Без комментариев. Пока мы готовили новый выпуск, к нам дошли вести о проявлении новой должности в мире. В Организации Объединенных Наций появилась новая должность, ответственной за первый контакт с внеземными цивилизациями. Мирная организация ООН всегда была для нас авторитетом. Он уверен, что благодаря последним исследованиям встречи с инопланетянами становятся более реальны, и к ней стоит подготовиться. В свое время и мы подготовимся. Спасибо за просмотр. С вами был Крюс2. Меня зовут Стас. Пока. Ну вот это нормальный парень. Красавчик, да. Тренирам, тренирам, цело да не желим быть неспреман. Тренирам, цело да не желим быть неспреман. Тренирам, цело да не желим быть неспреман.